Продолжение следует... Такие иронические, горькие слова о том, а вот как же мы мечтали накануне семилетки, что мы хотели осуществить. Я решил в меру доступности источников на региональном уровне посмотреть, действительно, о чем мечтали. Картинки, которые здесь есть, это не подтверждает мою мысль, это просто фон, картины жизни 60-х, производство, люди и так далее. Такая тема мечты о будущем. Годы, тоже где-то 56-й, 61-й, особенно меня 59-й интересовало, на камне семилетки, и причем в Ярославле совпало, что как раз в 59-м году поменялся первый секретарь обкома партии, и вот тот секретарь, он до 90-го года потом, фактически с 59-го. Один из долгожителей политической сцены нашей местной был. Методологические некие предпосылки, в том числе у вас здесь стоит множество книг по истории советского периода, по истории повседневности, в том числе есть работа Ирины Глушенко, шесть тезисов об изучении советского, мне больше всего импонирует тезис о том, что советское надо изучать эмоционально спокойно, что это сделать предметом научного рассмотрения, но, конечно, не ценностно, нейтрально при этом. Вот какую-то такую линию я бы и хотел выдержать. Шестидесятые годы, особое время. Очень любят в работах цитировать Вайли и Генниса о том, что шестидесятые напоминают американские горки то вверх, то вниз, от надежды к разочарованию. Но я всего одну цитату из этой книги привожу, поскольку ознакомившись с ней, мне не очень по душе пришлась работа Вайли и Генниса, поскольку она больше на памфлет похожа политически, нежели на работу историческую. В целом для нас, в Ярославле и для страны годы заметное время противоречивое. Полтора десятилетия, как война выиграна, индустриализация завершена, достигнутся ядерный паритет, всеобщая грамотность достигнута, замечательная система образования создана, упразднено понятие враг народа, возраст наступления уголовной ответственности повышен с 14 до 16 лет, улучшение жизни постепенно происходит городского, а потом и сельского населения. Также тоже достижения, которые сегодня присутствуют в нашей жизни, это возраст пенсионный, 60 лет и 55, это все того периода достижений. И сейчас мы его коснуться можем. Рабочая неделя сокращена с 48 до 46 часов, отпуск по беременности до 120-дневный стал и многие-многие другие вещи. Газеты, на которые я опирался, это областного формата и очень маленькие газеты. Буквально газеты, к примеру, партбюро торфяных предприятий, райкомов маленьких местных, в том числе каких-то сельсоветов. Все они чем-то похожи, они даже одинаковые по формату. Там, как правило, передовицы, это какие-то стенограммы, всякие съезды довольно длинные, я не знаю, кто-то читал или нет их. Там несколько газет подряд, идет там длинная очень речь. Местная жизнь отражается в конце, немного о культуре они писали, там сатирические моменты стали появляться, 59-60-е, рисунки какие-то всякие забавные, ну в том числе и антирелигиозные тоже были тогда. Популярно было. Очень часто встречаются слова такие, будущее, технизация, новые рубежи, передний край борьбы, комплексная механизация. Они кочуют из газеты в газету. Вообще период такой насыщенной утопической энергии был. Хорошо очень высказался Хабермас, что утопическая энергия, она в историческое сознание стремится. И человек обычный, он пытается выдержать давление проблем современности, заряжаясь вот этой вот энергией утопической. Я тоже думал, а как подступиться вот к мечтам, фантазиям, вообще представлением каким-то, или как хорошо слово там есть, там, травм, мечта, сон, фантазия. Что вот я не успел какого-то аппарата идеологического найти. Но мне попалось две книги, одна 59-го, другая чуть пораньше рукописи. Одна «Ярославль в ближайшем будущем» главного архитектора. Это о том, что будет действительно сделано в обозримое время. И вторая – это научно-фантастический роман «Тайны десятой планеты. Полете комсомольцев на Цереру». Где-то между вот этими точками, в ближайшем будущем и со всем будущим, которое там через тысячу лет наступит, примерно эти фантазии все укладываются. Тоже я попытался их ранжировать и для удобства взял, ну вот от простого, сложного, как вот есть это маслово, это пирамида, иерархия потребностей. Еда, защищенность, безопасность. Вот я как-то понимаю, что методологически это может уязвимо, но как-то надо было эти все вот фантазии в какую-то схему вложить. Начинается у меня, конечно, все с еды. В 70-е годы производство сельскохозяйственное, и в том числе в нашем крае, действительно выросло оно. Выросло, считается, статистика на 75%. Увеличился объем продаж высококалорийных продуктов. В мире вообще растет рационализация еды, магазины появляются, самообслуживание, автоматы. Насчет Ярославля не знаю, насчет автоматов не попадалось мне материал, это больше все-таки центр. Домовые кухни, полуфабрикаты, фетиши власти. В газетах начинают публиковать шаги семилетки, вот такие в квадратиках вставки, всевозможные планы. И вот в этих вставках, в том числе показатели, обещали количество мяса увеличить от 500 тысяч тонн до 1 миллиона 100 тысяч тонн. То есть два раза молока, 100-105 миллионов тонн шерсти и так далее. 37 миллиардов штук яиц и так далее. Все за счет увеличения поголовья скота. И очень интересно подалась мне картинка, здесь не будет, про свинарку из, там есть такой у нас Бритовский район Ярославской области, которая передавится по выращиванию свиней и поросят в том числе. И там нарисована свинья и за ней очень много-много поросяток идет. И у поросят там, у них лозунги на палках. И на этих написано лозунгах дети, внуки, правнуки где-то в конце. То есть смысл в том было, что как можно больше опоросов, как писали, от одной свиньи. То есть интенсифицировать вот эти вот все формы. То же самое писалось там практически о урожае картофеля. Или вот тоже в газете небольшой местной садоводы, сад имени Первого Мая. В 5-6 раз увеличен сбор яблок и слив. В 1959 год пишут, что накануне, в 1956 году получили очень мало дохода, вообще не получили. В 1957 году 447 рублей. В 1959 году взялись за дело, то есть химикаты, удобрения носить. И смогли получить большой урожай, который объемом составил 100 тысяч рублей дохода. То есть это действительно разница. Если мы посмотрим 447 и 100 тысяч, и призывается всех, что увеличить сбор слив и яблок в 5 раз. Все условия для этого есть, все условия созданы. Также люди мечтали о том, чтобы какие-то бытовые условия, в том числе в плане приема пищи, улучшились. В том числе как-то эстетизировался вот этот быт, прием пищи. Это газета, тоже мне подавалось, 21 марта 1959 год, о выставке в заводской столовой. Выставка кулинарии. Хорошо приготовленные, украшенные вырезанными из картофеля и моркови цветами, обрамленные гарнирами, красовались на столах заливной судак, зразы, отбивные голубцы с мясом, ассорти, мясное заливное, антрикот, жареная курица, желе с фруктами и много других блюд. И снизу там заявление передового формозчика литейного цеха Колячкина. Заявление такое, достижение лучших кулинаров внедрить во все заводские столовые. То есть такая мечта была, но в том числе он ее и объясняет, чтобы не просто есть, а чтобы прием пищи стал более культурным, чтобы более красивой стала сервировка, в том числе его слова. Однако, вот зачастую такие надежды не оправдывались. Тоже забавная статья «Неоправданные надежды», как она и называется, из того же 59-го года пишет рабочий дизельного цеха. Когда рядом со столовой дизельного цеха строили ларек, поговаривали о том, что в нем будут продаваться котлеты, бифстроганов и другие полуфабрикаты. Надеялись на горячие пирожки, но надежды эти не оправдались. В ларке купить почти нечего. «Стоят здесь на витрине консервные банки с фасолью и компотом, есть пряники, папиросы, до сих пор не организована торговля хлебным квасом». То есть вот эти вещи, это любопытно, что их все писали, их все публиковали, в том числе зачастую имена виновников, с фамилиями, отчествами, адресом проживания. В том числе была тоже жалоба «в хлебе пуговицы». Причем в хлебе многоточие «пуговицы». О том, что условия бытовые завода, складского помещения нет. Мука иногда сгружается прямо в производственный цех, пишут. Одной из причин плохого качества является низкая квалификация работников пекарни. Работники здесь в основном с 5-6-летним образованием, что не проходили даже минимальным курсом, что нет белых халатов, в которые они могли бы одеваться, что осенью предпочитают не снимать валенки. Работают в валенках. То есть эти вещи описывались тоже к тому, чтобы можно было улучшить. В других газетах писалось, что-то улучшилось, что-то нет. В том числе всякие сатирические вещи писали. Тем не менее, очень интересное замечание – это Наталья Лебиной. Книга стоит о дисталинизации еды. О том, что действительно питание улучшилось, о том, что исчез большой стиль, так называемый, из еды. О том, что еда приблизилась к западным стандартам. Кофе появилось, фасованные продукты, газированные напитки. Пищевая промышленность тоже выросла. И были бы, наверное, голословные мы. Я, может, не буду в каждом случае приводить, но я вычитал статистику. Мне важно было посмотреть обещание к реальности на региональном нашем уровне. Действительно, посмотрим, я только по мясу скажу. Мясо и субпродукты. 50-й и 50-й год – 3,5 тонны. 55-й год – опять 3,5 тонны. 60-й год – 13,5 тонны. То есть, видите, динамика какая. 65-й, маленько провал – 12,7 тонны. Но это почему? Это борьба за кукурузу с травопольщиками. То есть, земля, на которой выращивали кормовую траву, клейвер и так далее, ее засеивали под кукурузу. Кукуруза не вырастала, животных кормить нечего было, под нож пришлось. То есть, в 65-м году маленький провал. Однако, в 70-й год уже 16 тонн. То есть, с 50-го года 3 тонны до 70-го года 16 тонн. То есть, динамика явно поступательная была. Я уж вот, Лебина, к примеру, упоминает, что с молоком проблемы, но она про Ленинград пишет. Я могу сказать про Ярославскую область. В 55-м году 11 тысяч тонн. В 60-м году 46 тысяч тонн. В 65-м году почти 58 тысяч тонн. Это тоже динамика сплошная вверх. То есть, в молоке не было проблем, в нашем, по крайней мере, крае, в 60-е годы. Далее, жилищное строительство. Подлинные все подписи, все из фондов нашего музея. Это жилищное строительство, которое волновало всех. Люди ждали. Как писала в газете тоже комсомолка, работница цеха машин переменного тока. Пишет заголовок. Гордость наполняет наши сердца. 2 февраля 59-го года. Она заявляет, что в новом семилетии резко увеличится производство основных продуктов питания. Увеличится выпуск товаров широкого потребления. Шире развернется жилищное строительство. Больше появится школ, больниц, детских садов, театров, клубов. То есть, это человек искренне желает, искренне этого хочет, мечтает. И, скорее всего, он искренне в этом убежден. Действительно, планировалось к 65-му году построить 15 миллионов квартир. Это в стране. Это также вот такие вставочки были, еще одни, кроме, назывались «Величественная программа нашего движения к коммунизму». И вот эта «Величественная программа», она, как бы, вставочки эти во всяких колхозных газетах, то есть люди, которые должны, ну, практически в город-то выезд для них событием было. Они читали о масштабах космических того, что происходит в стране. Полтора миллиона квартир. Так вот, в 59-м году вышла книга «Ярославль в ближайшем будущем» главного архитектора тогда. Он пишет, что с 20-го съезда, то есть к этому периоду, 280 тысяч квадратных метров жилой площади в Ярославле построили. 40 тысяч жителей переселились в квартиры. На капитальный ремонт потрачено 30 миллионов рублей. Что газом обеспечили 2000 семей. Приблизилась к нам Москва. Именно в этот период электричка стала ходить. 4 часа 15 минут. Ярославль Москва. 4 часа 30 минут. Застройка предполагалась вестись микрорайонами по 20-30 гектар в каждой, в том числе обеспеченная каждая детскими площадками, дошкольными учреждениями, мастерскими бытового обслуживания, парками, спортивными площадками, скверами и садами. Большая программа по теплофикации, предполагалось, я уж тут в цифры не буду вдаваться, миллиаративная работа по осушению и подведению водопровода и канализации. Потому что именно в 60-е годы пригород, в которых были рабочие постройки, к примеру, в 30-е годы большинство городов Ярославля, в частности, это город заводов и бараков. Это такой промышленный узел очень мощный. Его профиль вот эти бараки, дороги, заводы, трамвай, который сажал людей около дома и вез до проходной. Радикально меняется. Вот эти кирпичные дома, зеленые улицы появляются, инфраструктура появляется. Полагалось, что к году, к 65-м, к 67-м, вообще в стране будет покончено с недостатком жилье. То есть декларировалось. Вот что считается, в том числе историки повседневности пишут, что в этом в том числе программа была, коммунистическая программа по воспитанию нового человека, нового общества, в том числе с помощью отдельных квартир. То есть приватная частная жизнь, пускай они и обставлены по канонам бытового минимализма были эти квартиры. Тем не менее, Лебина тоже, я сошлюсь, пишет про хрущевки. Что они казались почти постоянными, а главное социально значимыми, потому что хрущевки существуют до сих пор. Скорее всего, суть заключается в индивидуализации жизненного пространства, которое способствовало формированию менее контролируемого стиля жизни. И стерлась благодаря этому жилью разница между элитным меньшинством в домах сталинского импира большого стиля, с огромными потолками и демократическим большинством на самом деле. Это было большое достижение. Я тут переписал статистику про сколько миллион киловатт в час электроэнергии было и сколько домов было построено. Скажу только то, что в Ярославле, в нашей области, фактически этот план сбылся. Потому что к 1965 году, с 1956 года, 2 миллиона квадратных метров жилья было построено, как и планировалось. То есть практически в один в один жилищная программа была реализована. Любопытной страницей жизни повседневной, связанной с фантазиями, это праздники являются. Первое мая, седьмое число, причем очень интересно описываются праздники, к примеру, 7 ноября начинается описание праздника с цитаты из Ленина. Еще на заре Пево-Русской революции Владимир Ильич страстно приказывал, надо мечтать. В наше великое время многие дерзновенные мечты стали явью. Это нашел отражение в праздничных колоннах. С гордостью они через площадь несут сверкающие металлом макеты искусственных спутников Земли и советских космических ракет. Под аплодисменты проплыл над колоннами большой макет первого в мире атомного ледокола «Ленин». А вот движется автомашина, на борту которой в шлемах и комбинезонах стоят юные космонавты. Сегодня они лишь мечтатели, но уже недалеко то время, когда эта захватывающая дух мечта станет реальностью. Также мечта была в плане космической, я еще чуть вернусь, что разоружение тоже одна из тем, которая массировалась в газетах, писали, что необходимо его совершить, чтобы высвободить ракеты и ученых. На ракетах космос летать надо, а не воевать с помощью ракет. То есть это одна из тем мечтаний. Еще одна мечта – это сделать край цветущим садом. Вот тоже, может, я предвосхищаю тему одного из коллег, который будет говорить про экологию. Но такие часто появлялись предложения. В том числе, к примеру, председатель заводской садовода огородной комиссии один писал, что надо раздавать участки рабочим от завода. С условием, что они будут сажать сливы, яблони, чтобы были сады и не огороды, где картошка, капуста, а что как-то красиво дорожки там делать. Пишет заместитель начальника инструментально-штамповочного корпуса. Товарищ Павлов, я представил себе тот небывалый расцвет, который наступит в нашей стране в конце исторической семилетки. Родина преобразится. Новая техника сделает нашу промышленность одной из самых передовых в мире. Мы вступим в эпоху изобилия. Вспомним сады в годы войны. Сожженные, разоренные, никому не нужные. Страна, идущая в коммунизм, должна стать страной-садом. И он дает совет, что как только ребенок в семье, в каждой идет в школу, пусть родители посадят фруктовое дерево. И ребенок ухаживает за этим деревом, пока учится. И в конце учебы в газете, по телевизору, или должны ему сертификат дать, что не просто он учебу закончил, он дерево вырастил. Итого получается, что ежегодно оканчивали школу 2 миллиона юноша и девушка. За семилетку они могли вырасти 14 миллионов деревьев, и страна превратилась бы в сад. Вот там резюмирует. Вот такие мечты. Зачастую они в форме сна. Попадались в газетах мне, к примеру, пишет один человек о работе на заводе. Пришел я в цех, красота, чистота, полы блестят, все кафельное, цветы благоухают. Новые мощные моторы выходят, лучше прежнего, автоматика, линия за линией. Контролеры забыли, что такое брак. А все с чего? Стиль руководства перестроен. Конструкторы и технологи не в кабинетах отсиживаются, а практически помогают производственникам. Советуются с ними. Даже снабженцы не заявки коллекционируют, а металл доставляют в цех заранее. Нехватки в нем нет. То есть он там дальше мечтает, мечтает. Дворцы культуры там строятся по часам, даже не по дням, по месяцам. И в конце он говорит, а я-то критиковал и главного не видел. Воскликнул я и хлопнул себя по лбу. Хлопнул и проснулся. Сон, да. Но ведь и сон может быть в руку. Такое-то резюме. Тут действительно интересный момент для размышления вот этих всех мечтах, которые декларировались там. Действительно ли это люди хотели? Или как бы то, что Юлчак, которого сегодня цитировали, там его термин перформативный сдвиг. Что воспроизводилась форма праздников, пожеланий, речей. Но на мой субъективный взгляд, вот эта пресса региональная всякая, маленькая, заводов, предприятий. Что действительно она насыщена очень сильно эпической энергией. Если не брать там речи официальные какие-то, а вот высказывания простых людей. То есть у них было ощущение, что они накануне находятся. Особенно в том числе и после введения короткого рабочего дня выходят газеты с заголовками для счастья народа. Потому что счастье уже практически наступило. Семичасовой рабочий день. Как писали в газетах, еще один шаг в будущее, когда, как говорил Марк, смирил вам богатство, будет не рабочее, а свободное время. Им казалось, что они приблизились к этому. Этот семичасовой рабочий день. Очень интересный заголовок был, назывался «Разведчики будущего». Кто входил в разведчиков будущего? Это были передовики производства, это были рационализаторы, в том числе дружинники были. Поскольку часть функций государственного контроля за общественным порядком была передана в том числе и дружинникам. Вот все зачастую они появлялись под разделом «Разведчики будущего». Или такой заголовок, я уже цитировать не буду, только заголовок «Пробуй, твори, дерзай». Рационализаторы. И там переписано, сколько там РАЦ-предложений сделано, что благодаря этим сэкономлено 110 тысяч 900 рублей в одном из заводов. И выходят более серьезные такие вещи, не только сокращение рабочего дня, а заголовки «Человек самый ценный капитал». Пишут, что необходимо охрану труда улучшить, как можно больше заботиться об этом. Что охрана труда нужны ролики, кино показывать, нужны плакаты, массовое производство. Потому что травматизм не должен присутствовать в эпоху высокой автоматизации. То есть этой проблемой тоже были люди озабочены. Озабочены новыми отношениями социальными, более близкими, более душевными какими-то такими. Но в том числе фантазия о пригородных электричках, к примеру, тоже фантазия. Человек пишет, якобы, пришел я на вокзал за 10 минут до ее прихода, электрички. Смотрю, пассажиры в зале ожидания читают газеты, играют в шахматы. Тепло. Вдруг один вскакивает и бежит к дежурному по вокзалу. Товарищ дежурный, почему электричка опаздывает? Уже полторы минуты назад она должна быть здесь. Не беспокойтесь, уважаемый товарищ, поезд будет вовремя. Возможно, у вас спешат часы. Тут раздается смех пассажир и в самом деле спешат, извините, пожалуйста. Все довольны. Вот эта вежливость. Или интервью с директором магазина из 59-го года о том, что будет в 65-м. То есть корреспонденты отправляются в 65-й год и берут интервью у директора магазина. Что изменилось за 7 лет? Изменилось главное. Раньше покупатель шел к нам, а теперь мы к покупателю. Покупатель теперь не идет в магазин за каждой мелочью, а заказывает нужные продукты либо по телефону, либо через наших разносчиков. Нам остается только доставить продукты. То есть, ну, фактически это достигнуто, можно сказать. Сейчас мы можем позвонить, человек придет. Мечтали о многом. Оружай кукурузы 1 тысяча центнеров с гектара. Новые автоматические линии на заводах. О том, чтобы в колхозных поселках газ появился. И не просто газ. Дворцы культуры и даже ателье мод, желательно, в сельской местности были. Но, однако, параллельно с этим существовало то, что Лебин называет антимеры. Антимеры это в том числе как бы и проблема алкоголизма. Про пьяниц писали много. Писали всякие сатирические вещи. Вот кого там зрение хорошее. У меня газета там. Пьяница Хвостов. И его грустная фотография опубликована. В чем написано? Это рабочий Хвостов БА, проживающий по улице Красный дом номер 31. Говорю, что все знали. Это была норма общественного воздействия. Что он появляется в цехе в нетрезвом виде, нецензурно выражается. И что таким одна дорога в органы милиции, как правило. А вот вам рапорт из будущего. Это 1965 год из 1959. Опять же, один из районов города Ярославля. Беседа с начальником милиции. У нас в районе... Что происходит у вас? Спрашивает журналист. Начальник милиции отвечает. У нас в районе отмечено за последний месяц три серьезные нарушения. Какие же именно? Нарушители не уступили место в городском транспорте пожилым и женщинам. В каждом случае нарушителям выносилось общественное порицание. А более серьезных нарушений не было? Нет. Ну а как насчет пьянства? Как вы сказали? А? Неумеренное употребление алкогольных напитков? Я вас правильно понял. Что не было, того не было. Единственный случай за весь месяц, и то не в нашем районе, замечен в Заволжском районе, но имели место смягчающие обстоятельства. Гражданин стал отцом, получил новую квартиру и выиграл по лотерейному билету. В этом случае можно было немножко злоупотребить. А так, мечталось о том, что хулиганство, пьянство, взятичность, симуляция, воровство, грубое отношение к товарищам и в семье, что эти уродливые явления из нашей жизни исчезнут. А со временем их и вовсе не будет. И надо их исправить общественным воздействием с помощью дружинников, в том числе, это писалось. Новые потребности интересные, в том числе познавательные. Развитие библиотек, библиотеки строятся от нескольких десятков до сотни в этот период. И интересна очень перепечатка, правда, не местной прессы, а из правды. Называется «Богатство библиотек народу». И у меня обратила внимание фраза, что не должно быть закрытых ведомственных библиотек. Планировать заранее библиотеки при строительстве районов и городов и категорически запретить организациям использовать здания библиотек под другие цели. То есть открыть все библиотеки, все знания должны были доступны быть всем. Фантазии, особенно более высокого уровня, это не еда, не жилье, не только социальные отношения. Это, конечно, мир техники фантастической. Процитирую тоже газету «Торфянник». Это ее читали те, кто торф вырабатывал. «Строится пластмассовый дом». Это тоже будущее. «Мир недалекого будущего» называется статья. «Строится пластмассовый дом, подобно тому, как пластмассовый дом при всей своей оригинальности будет похож на любой другой дом, так и телевизор спустя несколько лет, по всей вероятности, будет похож на сегодняшний. Только экран больше станет». Тоже мы, так сказать, можем сравнивать, что произошло. «Связь между городами будет легка, как сейчас внутри города. Труд телефонисток, громоздкое оборудование уйдет в прошлое. Будет автоматика, автоматические телефонные станции. Появится одежная щетка-пылесос, электроутюг, изящные настольные часы. С помощью таких часов можно будет включать и выключать телевизор, радио или другие электробутовые приборы. То есть пульт управления, фактически, с часами. Вот. Появится очень интересный прибор, похожий на всем знакомую чудо-печь. Что же это за прибор? Это гидроионизатор. Стоит включить его, и вы почувствуете себя бодрее и работоспособнее. Что еще мечтали? Передатчики размера ручных часов. Усилитель слуха для тугоухих, который можно скрыть в оправе часов. Приемники не больше портсигара. Ну, тут, может, Джеймса Бонды там пересмотрели. Но пишется тоже газета, маленькая, местная. Уже сейчас строятся машины. То есть уже вот прямо сейчас, в 59-м. Которые могут предсказывать погоду, переводить книги с одного языка на другой, устанавливать диагнозы заболеваний, анализировать поведение живых организмов и даже разгадать тайну работы человеческого мозга. Просто в отдаленной перспективе. Но отдаленная перспектива тоже это репортаж из будущего. Сегодня к механизаторам колхоза Россия приехали туристы соседних артелей для того, чтобы перенять опыт дистанционного управления тракторами и самоходными машинами. То есть вот, что колхозник будет сидеть у себя дома и управлять дистанционно тракторами, которые будут собирать урожай. Действительно, количество тех же телефонных аппаратов буквально с нескольких штук к 70-му году возросло до 19 тысяч. Производство, к примеру, бытовых вещей, таких как трикотаж, к примеру, 55-й год, 953 тысячи. 65-й год, 1 миллион 642 тысячи изделий. Это реально производство обуви, на которую так тоже Лев Дович в предной революции напоминает обуви, что не хватает, одна пара обуви на семью. Так вот, посмотрим, 50-й год, 3287 пар, это в области. 50-й год, 60-й год, 6161 пара. И далее там как бы больше растет, то есть в 2-3 раза больше действительно производства было. Ну и последнее, это мечты о самом-самом, что ни на есть будущем. Вот, это я вам из газеты Брейтовский колхозник хочу процитировать космические частушки, которые выходили там в качестве приложения. Дядя Сэм глядит печально на небесные огни. Не смотри, сеньор, напрасно, далеко от вас они. Убеждаю бабку раю, что на небе Бога нет. Без тебя прекрасно знаю, наступает век ракет. Поженились мы с Ванюшей, предлагает мне сюрприз. Проведем медовый месяц, улетев в ракете ввысь. Вот такие как бы для колхозников частушки выходили. И, конечно, после запуска спутника и людей, что появлялись такие заголовки, как «вымпел СССР в космосе», они принимали такой эпический характер, высказывание, что сейчас не только всем живущим на Земле стало ясно, что советская наука и техника самые передовые в мире, но об этом узнали все планеты Солнечной системы. «Открылась эра межпланетных полетов», то есть планеты узнали. Это еще одна корреспонденция из будущего. «Внимание, Луна на радиопроводе принимать», спросила телефонистка, «принимать». Через 10 минут лежала заметка. 31 декабря 1965 года, 14-й день работы вулканологической экспедиции, в которой вошли в состав впервые ярославские ученые. Они шлют привет землякам на Земле, поздравляют их с новым 1966 годом. «Здесь, в лунном холоде, нас согревает тепло Родины, которую мы отлично видим от края до края. Сегодня на Землю прибудет малая грузовая ракета, в ней впервые материалы исследований, а также большой лунный камень, напоминающий по форме медведя. Просим его установить в городе, просто у нас герб с медведем. То есть вот с Луны, со станции ракета прибудет, ярославль привезет эту станцию. Ну и совсем интересное объявление с шинного завода из будущего. Внимание! Все туристы, желающие принять участие 26 декабря в однодневном кругосветном путешествии на ракетоплане ДСАФ, подают заявки парторгам. Маршрут полета, один круг по экватору, один круг по меридиану, с залетом на обед в Пекин. Просьба захватить с собой спортивные туфли. Состоится дружеский матч по волейболу с китайскими товарищами. Сбор к 9 часам утра на ракетодроме». Ну и вершина этого всего упоминаемый мной роман научно-фантастический «Тайны десятой планеты». О том, что будущее развивается, космос осваивается, неожиданно получает сигнал люди на Земле с Цереры. О том, что там цивилизация гибнет, появляется сообщение из Америки, что президент заявил, там в книге цитируется, «Мы готовы спасательную операцию отправить, спасти этих инопланетян, а заодно вывести все их имущество». И тут же комсомольцы говорят, а что у нас, а что у нас. Внимание, товарищи, в вечерке-то что написано? А в вечерке написано, что огромная космическая станция под названием «Комсомолия», на борту которой комсомольцы, соответственно, отправляется на Цереру. И те комсомольцы, они летят, там всякие сложности у них технические, они пишут стихи, обсуждают проблемы, они прилетают, спасают эту цивилизацию, забирают их назад. Кроме этих вещей, там любопытный проект был, в том числе такой необычный «Оживление Луны» проект. Это как побочная сюжетная линия, то есть оживление Луны, о том, что пора заселять космическое пространство, надо начать с Луны. Для этого необходимо создать крупные шахты внутри планеты под углом 30 градусов и устроить серию термоядерных взрывов. Благодаря этим взрывом Луна начнет вращаться. С помощью техники у нее создать атмосферу собственную и заселить Луну. То есть, это пределы мечтания космические, в том числе отрывки в газетах были по продолжительности жизни, увеличения. То есть, от квартир и еды, украшенной морковью, вырезанной, до космических ракет и людей, вот такой спектр большой фантазии. И действительно, им как-то это близко было, и в том числе и поколение родителей своих спрашивало, тоже думают, что пройдет чуть-чуть время и на ракете, на ракетоплане ДСАФ можно будет кругосветное путешествие совершить. Однако, как бы, жизнь свои коррективы вставляла. Я не хотел останавливаться на критике, которая много, в том числе продовольственные сложности, проекты провальные. Это все есть, можно Кагарлицкого или Уверта в истории советского государства, прям по пунктам, что в промышленности не произошло. Тем не менее, это время 60-е, вот последний, наверное, этап, который был насыщен утопической энергией, просто чрезвычайно. И тем людям, которые его пережили в сознательном возрасте, он запомнился как очень яркий момент в их жизни, момент надежд каких-то очень таких световых вещей. Ведь о чем мы сейчас мечтаем, если мы посмотрим горизонт мечтаний в том же Москульте, ну вот зомби-апокалипсис там, а тут космические полеты. Ну и завершить хотел я фразой, тоже мне понравился очень, из статьи Хабермаса, Югина Хабермаса. Он пишет, что когда высыхают утопические оазисы, ширится пустыня банальности и беспомощности. Спасибо.